МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Oh, non, 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 madame, laissez-moi le prendre. Oh, tenez, 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 tenez. Это очень маленький. Это немного маленький. Это было немного маленьким. Мы вернулись после смерти. Мама, она есть? Мама! Мама! Что вы, мой чё? Это она, маленькая девушка? Она, мой чё. Она зовут Жанин. Это Жереми. Она из всех родителей. Привет, Жереми. Привет! А, мы не ждём больше. Ма чё. Я тебя позову, Жанин. Кэф Бауэрс, bonjour. Возвращая. Возвращая, что вас зовут, доктор Бауэрс. Это очень большое удинственное место. Нестё, Кэф? Возвращая, вы познакомились. Лучка. Называется Дана, которая здесь. Она, 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 весна. Она не смешная, но она не смешная. Ты не знаешь, она, другое доехали? Она, которая, везде, не вернусь. Она, ее авиануна. Она, через снегу. Я надеюсь, она, как она, может быть, она, не может быть. О, это не придет, я уверена. Вы должны быть потянувшись. Я буду выставить вашу комнату. Спасибо. Я уверена, что я буду мне плать. Я повторяю пирогу. Это ваша пирога? Это очень красиво. Спасибо, мадам. Это тетка, когда я заявил, что она установила свою салон. Я думаю, что она не привыкла к нам. Она не привыкла к нам. Она не привыкла к ней, и еще не салон. Но, конечно. В результате, она чувствует себя хорошо. У нас много нового. Но, с ней с ней, с ней с ней. Джейми, она была съедена. Лучше. И даже с ней, она не любит. И что ты делаешь? Я говорю это за речь. Ты тракаса для ничего. Почему ты делаешься в море? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzок 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 Нет, 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 это хорошо. Я видела, что вы не видели, что вы не видели. И вы, это хорошо? Да. Вы желаете что-то? Я думала, что становились мои танты и мои cousins. Я спросила, когда я их верю. Да. Я тоже сказал, что у меня не было лето, чтобы не было лето. Я тоже. Я не думаю, что мы не обрали. Я не думаю, что мы не обрали. Вы знаете, когда я была студентка, я звонила дома так часто, что мой папа изменился номером. Я не думаю, что я не могу. Продолжение следует... 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 Пффф. А, сей, кося. А, сей. А, сей. А, сей, сей, сей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавляйся, я собираюсь вырвать. Кейс... Я тебя люблю, Кейс. Я тебя люблю, мой любимый. И я верю на тебя, не крат. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Что я думаю, все это только в том, что ты жаловалась в митии, что Меланина для Меланина. Нет, это не так. Я не знаю, что происходит. Когда я звоню, Меланина мне отвечает, и я не вижу никакой причины для меня. Ты не парни? Я парни. Я не знаю, что Кэссо уже милый. Нет, но я думаю, что я буду делать. Да, да. Дупарк, который был исследований, он эпизированный Эллен Крингель в Булдаре, в Колорадо. Хорошо, он не был пусто. Скажи, какой crime? Я не знаю, что Меланина не говорил. Нет, это не так. Совместный человек. Нет, это не сказано, что Кэссо не хотел сказать. Я не знаю, что Меланина не хочет спать. Я не буду обвинять. Пола не звонит обуви. Пола паула в звонком дону, чтобы узнать, если Кэссо тромпала ее. Это правда. Да. Она звонила и сказала, что Меланина была проблемы. Да. Да. И, наконец, Пола предложила сделать, но она была мать между тема. Да. Это ты должен, я думаю. Я хочу знать, что все это нужно. Ты спрашивает меня, что Кася твой Паула, потому что она поняла, что он ошибся с Францейсой? Принесу тебя, инспектрисе. Я думаю, что это не случайно. Лучше, Паула была бута. Она встала в эскалии. У него была водка до сих пор. Но я думаю. Она сказала, что она не была бута в четырнадцатом. Она не думала, что это не было права. и лёгкофил датят несколько часов назад с смертью. Я тоже хочу подумать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Mais qu'est-ce que tu fais ? Janine, Janine, arrête ! Cette fois, tu remarques que j'existe ? ... 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 Уже. Уже 18-е век, лето. О, очень очень прийти. Я вам покажу вам путь. Я вам покажу вам путь. Спасибо. Спасибо. О, не так. Вы можете идти. Дите, вы помните, вы не помните, что пола Симсон был пригоден? Дупар. Франклин Дупар. Я уверен, что этот номер не был не искренен. Я его в виду в один из моих дозиций. Да, это будет два дня. Вы будете его спросить? Нет, не витя, он не пройдет. Он не мог. Что? Дома, он раппорт додопси будет оправдаться на источнике. О, мой Бог! Он не может быть, что это не просто проявляет, после того, что я вам сказал. Это пока, да, это странно, но это не просто проявляет. После Пола Симпсоны убеждения, эта история не интересует больше. Но не так. Что? Я приглашал, чтобы продолжить его ответственностью. Он должен иметь ответственность с Кейсом. Я уверен, что это не вертел, Ник. И мы говорим, что есть две части различных. Посмотрите, что у нас есть коронавирус в кофе. Нет еще трактов? Да. А вы, Суи. Спасибо, это лёгко, которые ловят ловят. И когда один человек ловит, он ловит, и, вернёмся, я. Я тебе говорю, что я. Думаю. Спасибо. Я уехал две этапы, вы говорите? Да, да. Я не могу. Я не могу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 « Attention, je ferme. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok « Mélanie ! » « Mélanie ! » « Mélanie ! » « Mélanie ! « Mélanie ! » 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 Мелани. Ты думаешь, что это такие перфиди, которые будут меня ретаблить? Да. Я сказал это в другом смысле. Ланей? Ты что-то вы слышите? Я не хочу, чтобы моя любимая работа, это все. Я главная причина для меня была знать, как ты улезла. Теперь ты знаешь? Да, я знаю, сейчас я знаю. Не забывай, что я тебе сказал. Ты всегда был более жесткий температур. Хорошо. Я тебя вспомнил. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что ты делаешь? Кася? Почему ты вернулась? Я в этом месте, просто кое-каке. Мелани, ты знаешь? Да, конечно. Она спрашивает ее. Я узнала полосы в магазине. Она сказала, что ты была в этом месте. Почему ты хочешь? Это будет время. Я хотела бы ответить на другую компанию. Я расскажу в несколько дней, когда я узнаю детали. Я надеюсь, что ты найдешь лучшие предложения. Таким образом, если Мелани будет лучше, ты придешь динам? Да, я согласен. Пока. Пока. Что вы нашли? Я епучил список, что Проннат Симсона прошла в неделю. Это была женщина, который ребенок не посетил. Нет, не было Амстану, в чатах, она получила бульбол в городе. Лоу, это было для дома для себя кем. Она, к чему это может быть? Я к тебе. Такого, к чему-кому, кто-кому был принят. в подпунктивный информатолог, что ма nodig, тре chapter Боярд-ernует... Крым, это первый мигатор . Интересно. Я ехал три других чопы твил? Я играю для бульбол. Я сказал, как я и сказал. Крым спивак. А что? Что? Эллен Крингель была умереть в 8 лет. 8 лет? В то время она была с Боуэрсом. Мне нужно поделиться с спиваком. Вы хотите сделать это? Да. Вы не получаете пять минут. Ледов и компания в вашей службе. Вы слышите? Да. Я говорю, с Лос-Анджелесом, в Калифорнии. Вы слышите? Парфеттем, что я хочу? Я хочу поговорить с М. Ледов. Скажите, пожалуйста. Ледов, я вас слышу. Я хочу спросить ее, я хочу спросить, которая у вас есть, Жанин Панетер. А, конечно. Да, конечно. Жанин а работала для меня не более чем один год. Она будет оставаться в моем бизнесе. Она будет у меня наше будущее. Продолжение, М. Ледов. Но в чем-то с чем-то, что вы уже занимаетесь? Делавна специалистическая профессия. Мы продаем наши продукты в мире, почти. И, как Жанин говорила коротко в несколько языков, я чувствовала себя очень, очень, очень. Я думаю, что вы contactаете на всех местах? Да, мы у нас есть клиенты на всей стране. Однако, я хочу сказать, что Janine с интересовоточная Американами. Ти, ну... Вы извините. Я думаю, что вы знаете, что она работает здесь, как же девушка? Да? Да, вы знаете. Мы обранили, что мы часто делали. Время, когда она работала в интернете, в том числе, неудачно. Она сказала, что это будет удобно для того, чтобы позволить иммигрировать в результате для того, чтобы выявить эту игру. Время? Да, это, что с детьми, с детьми, с детьми, с детьми, с детьми. Время, когда она встречается в север. Встреча с тем, что Боуас не знал, что Боуас не знал, что он не знал. Если вы, что Janine, они не проживали, они не проживали, что они умерли. Но с вирусом, они проживали, что эти мертвы были премедиты. Да, если мы решили, что мы решили, что Боуэрс, в конце концов, мы бы обозрали, что он может быть сегодня. Я уверен, что я был очень близко, что это не было, что я не знаю, что это не так. Вы думаете, что это за первое первое, что это убийство? Я не знаю, пока. Я верю. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 DimaTorzok 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 КОНЕЦ Ce bougre de Kringal est un personnage respecté dans la région. Tous ses voisins l'appellent Jonah le petit roi. Seul fou en rognement, on évitera de lui dire majesté, vaut mieux pas le provoquer. Non, non. C'est son repère secret ici. Jonah ! Ouais, ouais. Ah, bonjour, chef. Bonjour, Jonah. Voici le lieutenant Riker, police de Los Angeles. C'est l'homme dont je vous ai parlé. Enchanté, monsieur Riker. Très heureux, monsieur Kringal. Excusez-moi de venir vous importuner à votre chalet. Eh, pas du tout, voyons. C'est rien. Est-ce que ça ne vous ennuierait pas de marcher pendant qu'on discute ? Je dois aller fendre des bûches pour le fait. Oh non, pas du tout. Excellente idée. Ça me désencrasera un peu les poumons. Ouais, chez vous, c'est pollué, hein. Spivak m'a dit que vous vouliez que je vous parle de Kess Bowers. Oui, dites-moi tout ce que vous savez de lui. Ils sont restés mariés longtemps, votre fille et lui ? Même pas une année. Ils se sont mariés à la fin du mois de janvier 85 et elle est morte en novembre. Désolé. Je me doute que ça doit être pénible d'évoquer ces événements. Huit années, ça vous... Enfin, ça vous aide à vous résigner, mais on n'arrive pas à oublier. J'en suis conscient. J'ai appréhendé ce mariage dès qu'elle m'en a parlé. Elle avait presque 12 ans de plus que lui. Elle était fragile, facile à influencer. Et Kess, c'est le genre de type qui s'y connaît pour manipuler son monde. Hélène n'avait aucune chance. Certaines personnes prétendent que sa mort est un suicide. Moi, je sais que ce n'est pas le cas. On a pu voir qu'elle avait absorbé des tranquillisants et des amphétamines. Mais oui, elle voyait tout le temps un médecin qui la bourrait de médicaments. Kess venait juste d'avoir son diplôme de la faculté de médecine du Colorado. Son rêve était de quitter le pays pour s'installer à Los Angeles. Mais Hélène ne se faisait pas l'idée d'aller vivre dans une métropole. Enfin, Kess lui a proposé de venir ici un week-end pour changer d'air et puis oublier leurs soucis. Bauer s'est allé en ville. En revenant, il a trouvé le cadavre d'Hélène. J'ai autre chose à vous dire. C'est que ma fille était une mine d'or pour ce gars. Depuis longtemps, tout le pays savait que sa grand-mère avait épargné 250 000 dollars qu'elle devait mettre dans sa corbeille le jour de son mariage. Vous voulez me poser cette bûche, que je la prends ? Oh, ici ? Oui, bien sûr. Merci. Attendez. Voilà. What happened to that money, Mr. Kringle ? She left that son of a bitch every cent. D'ailleurs, je l'ai dit à la femme qui a téléphoné l'autre jour, la belle-sœur de Kess. Elle voulait tout savoir sur Kess et Hélène. Elle m'a vraiment mis en boule. Était-ce Paula Simpson ? Oh, je ne sais plus comment elle s'appelait. J'ai une sainte horreur des fouineurs. Aussitôt, j'ai téléphoné à Bauer en Californie. Je lui ai dit qu'il demande à sa belle-sœur de se calmer, de ne plus m'embêter. Il lui a transmis le message ? Oui, ça au moins, il n'y a aucun doute. Elle n'a pas à retéléphoner. Je suppose que Bauer savait un alibi ? Le chauffage de sa voiture était en panne. On l'a vu en ville chez le garagiste à partir de 15h jusqu'à 19h. Le coroner a pensé que la mort était intervenue entre 2 et 7h. Mais, quoi qu'il en soit, je ne crois pas que Bauer soit l'assassin. Ce que je crois, c'est qu'un complice s'en est chargé pour lui. Qui ? Marilyn Zakowski, une serveuse de bar. Bauer avait eu une liaison avec elle en croire la déposition de sa sœur. Deux mois après la mort d'Hélène Kringle, Marilyn a été tuée dans un accident de la route. Elle a fini au fond d'un ravin. Aucun indice. Et il y a mieux. Elle conduisait un cabriolet tout neuf, payé en espèces. Dites-moi comment une serveuse de bar peut s'offrir ça ? Bauer, cela lui a payé. Et voilà. Mais tout ça ne prouve rien. Non. Les indices n'ont rien eu de parlant, lieutenant. Ils ont été aussi muets que le cadavre d'Hélène. Vous voulez bien que je referme la fenêtre ? Quoi, vous avez froid ? Ben, faites-donc, je vous en prie. C'est pas que j'ai froid. Mais non, c'est pas grave. Pour la concentration, c'est meilleur. Je sais rien. Merci. Il n'y a pas de quoi. Tu es mariée ? Je n'en sais rien. Je ne vais pas demander. C'est la première fois depuis trois ans que tu remarques que tu es une femme et tu en restes là. Qu'est-ce qu'il a de bonnes dents ? Je n'en sais rien. Quelle idée de poser ce genre de questions ? Je déteste les hommes qui négligent la santé de leurs dents. Attention à tes délires. Allô ? Allô, madame Solbert. C'est Nick Riker. Où êtes-vous ? Dans les airs, quelque part au-dessus de l'Utah. Alors, qu'avez-vous appris ? Eh bien, la première épouse de Bowers avait aussi de l'argent et quelques années de plus que lui. Même scénario qu'aujourd'hui. Quoi ? Et il l'a tuée ? Pas directement, non. Il a chargé quelqu'un de commettre le crime à sa place. Une fille avec qui il avait une liaison. Le coup de Janine. Il chargera Janine de tuer Mélanie. Oui, attendez l'année. Écoutez-moi. Ne faites surtout rien avant que je sois rentrée. Vous m'entendez ? Allô, je vous écoute. Mesdames et messieurs, nous risquons de pénétrer dans une zone de turbulence. Veuillez regarder vos sièges et attacher vos ceintures. Allô ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est Mélanie. Mélanie a besoin d'aide. J'y vais. Attends une seconde. Tiens, mets-le dans ton sac. On sait jamais, ça peut servir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Mélanie. J'ai préparé du chocolat chaud. Et j'ai fait des cookies. Comme vous les aimez. Il n'y a pas de crème ? Quoi ? C'est meilleur avec un peu de crème. Oui, j'ai oublié. Je reviens tout de suite. Tout est normal. Oui, on est bien dans les temps. Tenez. Ça vous ira ? C'est bien mieux comme ça. Bon, ça va. Je pourrais fermer. Tout de suite. Est-ce que j'ai sommeil ? Désirez-vous encore autre chose ? Non. Je crois que ça va aller. Dormez bien. J'ai sommeil. J'ai sommeil. Девушки отдыхают. 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 D'ав Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ça signifie que je suis pardonné ? Ah non, je n'ai pas dit ça. J'ai demandé si vous aviez faim. J'ai rien mangé de toute la journée. Et surtout pas ce qu'on vous servait dans la vie. Oui, c'est vrai. J'ai passé plus de la moitié du vol dans les toilettes. Ben quoi ? J'ai perdu un dollar ? C'est pas croyable. L'idée de voir à longueur de journée, il grossit jamais. Je sais pas comment il fait. J'ai une tante dans son genre. Elle peut embloucir tout ce qu'elle veut sans grossir. Deux véhicules sont demandés près de l'oncle d'Olivou de Boulevard et du Poitiers d'Avenue. Voiture Alpha 58. Vous pouvez vous rendre dans les trois minutes en haut d'Olivou de Boulevard. Répondez Alpha 58. À vous. Merci docteur. Il est parti. Est-ce que je pourrais vous poser deux questions personnelles ? Si je vous dis non, ça change quoi ? Êtes-vous marié ? Je suis veuf depuis cinq ans. Non, pardon. Je vous en prie. Avez-vous de bonnes dents ? Pourquoi ? Vous voulez vous acheter un cheval ? M'envoyez pas, ma tante voudrait savoir. Votre tante, est-ce qu'elle est dentiste ? Pas du tout, non. Vous ne voulez pas venir dîner à la maison la semaine prochaine ? Les présentations à la famille, ça me dit trop rien. Je ne vous connais pas encore assez pour ça. Voilà ma réponse. D'accord pour un dîner ? Mais si c'est un dîner dansant ? Dansant ? Avec de la musique d'orchestre. Un vrai orchestre, un passé truc, un rock'n'roll. C'est premier. Alors d'accord ? Nous dansons, j'adore. Parfait. Le passé d'or, vous connaissez ? Je pense bien. Vous dansez le passé d'or ? Évidemment. Ça vous passez, une danse. Fantastique. Faisons le but de lancer à merveille. Je vous danse le bien, laissez-soir. Ah, je suis chiant. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.